Приветствую вас и свой вопрос вы немножечко недописали, но из того, что есть, понятно, что с мышиной вы познакомились в сложный момент в своей жизни, он вам помог и теперь считаю, что мы ему должны. Вот по факту он считает себя выше вас. Раз он помог, раз он вас спас, тот теперь считает, что вы ему обязаны и это позволяет ему вас унижать, это позволяет ему относиться к вам негативно, свысока и так далее. И почему так, собственно говоря, происходит? Дело в том, что когда вы были в трудной ситуации, вы ждали, что вам, ну, само не справится, вы нуждались помощи, вы эту помощь получили, получили помощь от своего будущего мужа. Но, видимо, по какой-то причине вы считаете, по-прежнему, чисто вот, по инерстике, считаете, что без него, без его помощи, если он уйдет, у вас опять будет эта трудная ситуация. То есть, он вас от нее избавил, и он же может вас обратно в нее вернуть. Естественно, уже по-другому. Естественно, уже в иной форме, но все в том же направлении. И вы именно поэтому терпите его унижение. Потому что думаете, что без него вы вновь окажетесь изруднительным положением. Соответственно, в этой ситуации вам необходимо сделать следующее. Первое. Понятно, что мужчина унижает вас, потому что, вероятно, боится. Боится того, что вот если вы почувствуете себя свободной, самостоятельной, способной на то, чтобы решить свои проблемы отдельно от него, независимо от него, то он вам уже больше будет не нужен, и он стремится вас унилить, чтобы у вас постоянно было ощущение, что вы без него не сможете справиться. Что вы без него никто и ничто. Что вы без него ничего не значите. Это ему нужно. Мужина бахи боится. Раз мужчина боится, значит он опасается, что вы его бросите. Раз он опасается, что вы его бросите, значит он несколько труслив. Трусливый мужчина достоинь жалости, значит вам необходимо его пожалеть. Унижает несчастливый человек. Счастливый человек, находящийся в гармонии с собой, никогда не будет никого унижать. И если так, то к мужчине нельзя относиться всерьез. К нему можно относиться как? К взрослому ребенку, который пытается получить то, что ему нужно. То есть, грубо говоря, вас. Рядом с собой. Это первое. Поменяйте свое к нему отношение. Установите причины, по которым он так себя ведет. Проведите связь между его поведением и этими причинами так, чтобы от них вам были ясны. И здесь необходимо отдавать себе черт в том, что даже при отсутствии причин полагающих мужчину на такое поведение, скорее всего, сама его линия отношения к вам осталась бы такой же. Просто потому, что это такой видимый человек. И вам его не переделать. Ему нужно свои личностные проблемы решить, чтобы отойти от подобного отношения к вам. Второе. Реально оценить, что мужчина вам отдает. Вот что он, какую помощь он вам оказывает, с чем он вам помогает. И постараться этого самостоятельно добиться. Подумать, как можно получить то, что он вам дает без него, в обход на него, чтобы быть независимым. Как только вы знали для него независимость, вам тут же будет понятно, в какую сторону везти. Вам тут же будет понятно, ходить ли вы с ним будет или нет. И ради чего вы терпите его унижения. Скорее всего, эти унижения, которые вы терпите, перестанут для вас иметь какой-то смысл, какое-то значение. Потому что вы будете знать, что способны сами жить без него. И, соответственно, терпеть это вы не будете. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.